ребята я выборги это территория моего отеля вот здесь есть парковка извиняюсь что не снял вам номер вчера приехал уже поздно и просто уже не было никаких сил ничего снимать а сегодня немножко занимался делами с утра пока лил проливной дождь поэтому без номера номер честно говоря обычно абсолютно небольшой номер гостиница ну такая виктория называется гостиница самом центре вроде как-то типа считается здесь хорошей гостиницей для меня ничего особенного явнее не заметил сейчас выборг это небольшой город ленинградской области с населением 75 тысяч человек располагается он на берегу выборгского залива в северо-восточной части финского залива возведен он был в средние века шведами а до 1940 года являлся городом финляндии в древних летописях говорится что название города происходит от старославянского выбора однако это принято считать легендой есть также версии о том что название пришло из других языков в том числе из финского выборг называют самым европейским городом россии и не зря гуляя по его улочкам создается впечатление что вы перемещаетесь во времени и пространстве где-то архитектура похоже на французскую дающая чувство наслаждения французскими домиками чуть дальше пройдете и уже что-то напоминает вам архитектуру швеции или возможно италии и вы уже мысленно в других странах вы знаете с этой набережной у меня ощущение что выборг напоминает мне чем-то потрепанную швейцарию что ли также набережная вот как будто озеро лиман или женевское озеро также замки или башни есть здесь значит выборгский замок там за домами часовая башня ну реально реально что-то что-то такое отдаленное напоминающее цюрих что друзья сильно бросается в глаза очень много мест находятся запустение к сожалению многие здания затянуты попросту сетками что-то полностью разрушена и значит определенные туристические места где казалось бы можно было сделать очень классные такие туристические улицы довести их до ума с барчиками с кафушечками но к сожалению все это немножко немножко такой навевает грустные эмоции что ли реально реально много таких обветшал их зданий и видно что они что ли в заброшенном состоянии никто с ними ничего не делает также на что я обратил внимание выборг вот очень интересный город с точки зрения архитектуры зданий красоты набережная природа и очень мало людей то есть нет такого что какие-то толпы туристов забитые кафе все абсолютно очень спокойно и я бы сказал даже наоборот то есть создается такое у меня впечатление что город немножко ну что ли ну не полупустой а даже на 75 процентов пустой еще отсюда из выборга до финляндии всего 260 километров рукой подать но единственное конечно надо проходить границу и должна быть виза я бы с удовольствием бы изгонял бы финляндию но пока нельзя этого делать очень конечно мне хочется прокатиться в финляндию посмотреть хельсинки когда знаешь что финляндия вот она совсем рядом уже но ты не можешь туда поехать потому что закрыты у нас туристические границы очень жалко часовая башня часы с поистине удивительной истории 1494 1498 году на этом месте был возведен католический храм святой девы марии и олафа окрам уже пристроили колокольню на которой спустя 10 лет появились часы откуда и пришло название достопримечательности больше потерпела множество побоев храм был разрушен во время зимней войны с финляндией бомба разрушила его но именно часовая башня чудом сохранилась теперь ее часы даже спустя более 150 лет продолжают работать где уже если вы живете в питере и не были в выборге то сюда чтобы приехать даже особых планов не надо ехать из санкт-петербурга всего два часа можно спокойно утром выехать и вы уже к обеду будете здесь но если вы не выйдете прям рано утром то еще и до обеда но и отсюда рукой подать до карелии как и до санкт-петербурга два часа также и до карелии вы сможете доехать за каких-нибудь пару часов конечно не до всей карелии до определенных ее точек но тем не менее выбор вообще называют самым европейским городом россии и вы знаете я соглашусь я соглашусь с этим мнением главная площадь выборга ее также называют красной площадью похоже ли она на красную площадь москве абсолютно нет ничего ничего схожего здесь нет единственная вот гостиница виктория где я остаюсь она как маленький маленький риц если вы любите музеи то здесь находится филиал эрмитажа питерского вы можете посмотреть местные экспозиции ну так же конечно изучите историю выборга я откопал в интернете что выборг один из самых посещаемых городов в россии и он по посещаемости не уступает санкт-петербургу не знаю где кто писал такую информацию но определенно могу сказать что но нет такого количества туристов бродишь себе уединенно умиротворенно вода достопримечательности улочки все вот эти вот нет такого что тут толпы туристов так далее кто-то может сказать что не сезон ну как бы не сезон ну как 10 градусов октябрь абсолютно хорошее время для посещения города вот вам несколько интересных туристических фактов о выборге в 90-е годы выборг был городом самым высоким уровнем преступности сейчас же самым низким выборг называют городом пяти крепостей которые при желании можно обойти за один день одна из этих крепостей самое известное самое видное это выборгский замок выборгский замок является единственной в нашей стране средневековой крепостью при замке есть также музей возможно попасть на театрализованную экскурсию поднявшись на самый верх крепости вы можете попасть на смотровую площадку ходят слухи будто со смотровой можно увидеть финляндию ну тоже здесь заповедник монри по да я впервые я прошел на территорию парка билет входной стоит 100 рублей купить можно в автомате сразу же перед входом как это много где у нас парковка но ничего не оборудовано честно говоря какие-то будки такое все не раздолбанная вот забор эти непонятные и вот я нашел вошел на территорию я не знаю я здесь не был никогда и я здесь впервые это лес да то есть здесь вот прям все вокруг это лес вот но как бы они же позиционируют себя не как леса как парк ну как минимум какие-то указатели хотелось бы потому что я вот иду и ты пришел куча развилок и болен непонятно куда куда идти я тупо в лес уйду сейчас как бы погребы или все-таки я еще в парке я не могу понять не могу понять так имейте ввиду что если вы в кроссовках и в дождь сюда попадете видите тут какие тропинки еще экскаваторы какие-то тут ездит я уверен что сейчас найдутся те кто будем кричать это заповедник но уже ничего не трогать конечно так не надо трогать ну просто указатели какие-то сделать вы же огородили все это вы же берете какую-то плату за вход правильно значит ну хотя бы хотя бы указатели понимать человеку где он вообще что тут если я хочу посмотреть просто лес дату я просто прихожу в лес я не плачу за лес 100 рублей как бы это символически это символически но тем не менее вот иду я по дорожке иду я по дорожке и забор туда забор сюда забор вот оттуда я пришел и куда мне дальше вдоль забора пойду может это граница с финляндией а а а Субтитры создавал DimaTorzok Парк, конечно, потрясающий. Естественно, если не брать во внимание все эти мелочи, всякие экскаваторы, стройки, где-то грязь, отсутствие табличек, все это можно поправить. Но сама природа здесь просто потрясающая. У меня ассоциации с фильмом «Властелин колец», когда они по лесам там бродили. Здесь то же самое, такой сказочный лес. Камни, мох, сосны. Парк Монрепо. Это особое место, так как в нем сосредоточено все, что только может быть. Атмосфера тишины и спокойствия, оттенок волшебства, ощущение того, что в любой момент может случиться чудо. Вода, скалы, деревья вокруг. Все это направлено на то, чтобы вы почувствовали себя отдохнувшим наедине с природой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok